Вместо холста смола, акрил и чернила. Для художницы из Москвы Анастасии Крылова их тягучесть есть нечто чувственное. Таким она видит женский образ и его взгляд на мир. К сожалению, сама на открытие экспозиции приехать не смогла. Но полотна красноречивы, ведь это то, как чувствует и переживает она, женщина. В ее жизни настали большие перемены. В жизни женщины важное событие – это рождение ребенка. Она стала мамой. Это материнство дало импульс, толчок заглянуть внутрь себя, начать какие-то новые искания. В своих работах я хотела бы побудить женщину к внутреннему диалогу с собой и в то же время дать понять, что она не одна в этих вопросах. Что при всей неразберихе современного мира мы можем находить красоту, которая существует в каждом из нас. В картины Крылова есть музей Китая и Черногории, а некоторые даже в частных коллекциях Италии и Швейцарии. Правда, работы в таком стиле представлены только у нас. До рождения ребенка девушка писала в классическом стиле. А когда получила академическое образование, любила проводить время в Эрмитаже и Третьяковке, где занималась копированием. Это помогло почувствовать свободу творчества и возможность реализовать собственные идеи, не задумываясь над техническим их исполнением. Для меня данная работа очень символизирует нынешний период. А люди с закрытыми глазами не видят, что происходит вокруг. Каждый человек живет в своем собственном мире. Действительно нужно открыть глаза для того, чтобы увидеть все краски мира. Сейчас экспозиция представлена в галерее Турина гора. Увидеть ее стоит, ведь художница родом из Барнаула и прежде чем уехать в Москву, окончила художественное училище Новоалтайска. Ее педагоги были такие мэтры, как Алексей Дрилев и Перегильдий Широв. Женский взгляд и само откровение души будет доступно горожанам и гостям Барнаула до 8 марта. А после картины покажут жителям столицы России. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.